Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем тему условий. И на этот раз у нас отдельный тип, если угодно, или разновидность, будем говорить, наверное, тип это неправильно, разновидность нереальных, опять же, речь идет о нереальных условиях, разновидность нереальных условий, это предложение с I wish. Это предложения, которые вызывают обычно недоумение, иногда путаницу, иногда вообще непонятно, что это такое, как их переводить, как это понимать и все такое. Перед тем, как разбираться, что такое I wish, для чего нужна эта структура и что она значит, нужно всегда держать в голове одну вещь, что речь идет априори о нереальных вещах. То есть здесь у нас не будет ни слова о реальности, то есть априори все условия нереальные, то есть это по сути второй и третий тип условия, только другими словами. Именно поэтому здесь вот эта вот картиночка, она мне очень понравилась. I wish I could fly. Жаль, что я не умею летать, то есть нет ничего более нереального, чем летающая кожа, поэтому, естественно, жаль, то есть совершенно, совершенно нереальное желание, то есть более нереального уже трудно придумать. Поэтому подобные предложения всегда нужно понимать, что это сожаление из-за того конфликта моего желания и реальности, который имеет место быть. То есть по сути мы не просто имеем дело с нереальным условием, мы имеем дело с конфликтом желаемого и действительного. Теперь если присмотреться к самим предложениям, как в английском предложении это выглядит и как мы это переводим, получится очень интересная вещь. Итак, I wish. Можно сказать, что это переводится словом жаль. Ну хорошо, да будет так. Это немножко за уши притянуто, но тем не менее так оно и есть. Далее, что вообще не фигурирует в предложении? Я на месте, все нормально. А дальше обращаем внимание на одну интересную особенность. У нас в нашем предложении не умею летать. То есть по сути мы высказываем реальность. В нашем предложении речь идет о реальности. Единственное, что указывает на конфликт желаемого и действительного, это вот это жаль. В английском же предложении мы имеем нереальность. То есть вот это вот дело и вот это, они не равны между собой. Это прямо противоположные вещи. В английском предложении стоит ситуация, которая желаемая. Ничего общего с действительностью это не имеет. Это важно всегда помнить. Что мне нужно, когда я говорю I wish, мне нужно говорить не то, что есть на самом деле, а нужно говорить то, что я хочу. То есть по большому счету подобные предложения, которые жаль, строятся все по одному и тому же принципу. В первой части у меня будет стоять I wish. Возникает вопрос, может ли быть I wish в других временах. Нет, нежелательно. Ставим только в настоящем времени, как бы дико это ни казалось. Почему? Потому что это сожаление в настоящем времени. Мы сожалеем сейчас. Эти предложения имеют смысл только по отношению к нашему сожалению сейчас. Итак, это первая часть. То есть по сути у нас фигура речи, можно сказать. А далее во второй части у меня желаемое действие или ситуация, как угодно. Но я напишу действие, потому что должен быть глагол в определенном времени, которое противоречит реальности. То есть опять же здесь то же самое, что и во втором и в третьем типе условия. Нам нужна реальность для того, чтобы оттолкнуться от нее и сказать наше желание. Об этой реальности мы можем догадываться из предложения или из контекста. Вот такие два у нас блока. Теперь возникает еще один вопрос. Ну хорошо, допустим, в настоящем времени я могу сказать, жаль, что я не умею летать, как бы сейчас. И здесь, кстати, еще возникает один вопрос, а можно ли IWish ставить в других временах? Ну, допустим, не в настоящее, а скажем, прошедшее время. Нет, друзья мои, IWish в других временах настоятельно не рекомендуется ставить, ставится в настоящем. Но вторая часть, вот это вот я не умею летать или я умею летать, это уже дело такое. Вот эта вторая часть может быть в разных временах. Итак, нарисуем себе таблицу, из которой будет видно, с какими временами вообще может стоять IWish и что при этом он может значить. Кстати, здесь две части предложения, еще что немаловажно, не меняются местами. В отличие от классических предложений с условиями, там, где у нас условия и основное предложение, последствия, здесь никаких танцев, никаких перемещений по предложению не будет. То есть в начале моего предложения по умолчанию будет стоять IWish, без всяких фокусов. Итак, вариант первый. Что может стоять с IWish? С IWish может стоять Past Simple, то есть прошедшее простое время. Кроме того, с IWish может стоять еще Past Continuous. Просто если мне нужно показать процесс, это реже, намного реже, но теоретически это возможно. И далее с IWish еще может стоять структура Could, именно Could, а не Can, плюс инфинитив. Самый обычный, простой инфинитив, без всяких наворотов. То есть практически то же, что у меня в моем примере. I Wish I Could Fly. Все эти три варианта вкупе с IWish покажут мне нереальную ситуацию в настоящем времени. То есть желаемое касательно настоящего времени. Или иными словами, это Unreal Presence. То есть по сути это второй тип условия. И здесь можно, например, такое. I wish you were here. Жаль, что тебя здесь нет. Или же I wish I could fly. То есть то же самое, что было в примере выше. То есть вот мое I Wish, оно никак не изменяется. Это просто фигура речи, не нужно пытаться его переводить. А дальше у нас was past simple. Were здесь не потому, что здесь you, а потому, что were ставится в условиях. И опять же, в английском предложении мы имеем прямо противоположное реальности. В нашем переводе мы называем реальность. А в английском предложении показана нереальность. Об этом всегда нужно помнить. То же самое здесь could. И дальше инфинитив. 1, 3. Вот, пожалуйста, 1, 3. Could с инфинитивом. Далее следующее, что у нас может быть. Там, где нереальное настоящее время, там может быть и нереальное прошедшее время, естественно. Поэтому может быть past perfect. Здесь без вариантов. Только past perfect. И это нереальное условие прошедшего времени. То есть нереальная или желаемая ситуация в прошлом, которую, естественно, прошлое исправить нельзя. Поэтому нам остается только желать. Так может выражаться неудовлетворенность чем-нибудь. Что что-то случилось, а я этим недовольна. И я демонстрирую свое отношение к ситуации. Разочарование может так демонстрироваться. И здесь все одно к одному. То же самое, что в третьем типе условия. То есть это условия третьего типа или unreal past. I wish. Обратите внимание, что время I wish не меняется никак. Ему все равно, с каким временем стоять. I wish he had spent. And очень жаль, что он не провел новогодний вечер с нами. Ну, как-то так. Или даже так. Last Christmas Eve. Прошлогодний рождественский сочельник. Вот я уточню специально. Last with us. Чтобы показать, что здесь определенно речь идет о прошлом. Что мы имеем? Опять мы имеем I wish, которому все равно, с чем стоять. И далее мы имеем past perfect. Вот здесь. Вот такое сожаление о прошлом. Теперь следующий вопрос. Если есть нереальное прошлое, если есть нереальное настоящее, логично предполагать, что есть и нереальное будущее. Итак, это действительно правда. Нереальное будущее тоже можно выражать I wish. Для этого мне нужен модальный глагол would. Именно would, а не какой попало модальный глагол. То есть нельзя это заменять на should, на might, на еще чего-нибудь. Как в третьем типе условия это было возможно или во втором. Здесь этого нельзя будет делать. И далее у меня будет инфинитив. И это будет нереальная ситуация в будущем. То есть, по сути, это опять же второй тип условия. Но здесь есть один маленький нюанс. Эта ситуация нереальна с точки зрения говорящего. Я демонстрирую недостаток веры, если угодно. Я демонстрирую разочарование, опять же, ситуации. То есть, я думаю, что этого не будет. Да, мне очень жаль. Да, мне хотелось бы, чтобы это случилось. Но этого, скорее всего, не будет. И это по независимым от меня обстоятельствам. Здесь еще важно помнить об этом. У этой структуры есть еще одна разновидность. Если я поставлю вот такое, it, дальше будет would, а дальше будет инфинитив. Это будет нереальная ситуация, на которую я никак не могу повлиять. Теперь вопрос, зачем это нужно и где это применяется. Это говорится в ситуациях, когда у меня напрочь отсутствует вера в какие-нибудь перемены, в какие-нибудь желаемые мною изменения, то есть отсутствие веры. Опять же, разочарование и даже раздражение. Ну и жалобы на то, что я не могу повлиять на ситуацию. Ну, возьмем какой-то пример. Вот, допустим, такое. I wish the rain would stop tomorrow. Жаль, что дождь не перестанет идти завтра. Как я могу повлиять на ситуацию, чтобы дождь перестал идти завтра? Никак не могу повлиять. Дождь может прекратиться, конечно, я же точно этого не знаю. Но я демонстрирую свое отчаяние, если угодно. Я устала от дождя, и мне хочется перемен. Или, допустим, такое. I wish Pete would find job. Жаль, что Pete не может никак найти работу. То есть, с одной стороны, это тонкий намек на то, что я, мягко говоря, недовольна ситуацией. Мне бы хотелось, чтобы он нашел работу. Я демонстрирую свое сожаление. Здесь опять нужно переводить словом «жаль». Жаль, что Pete не найдет работы никак себе. То есть, инструмент довольно сильный. При этом я никак ни одного кривого слова о Пите не сказала. Но я продемонстрировала свое разочарование ситуацией. С другой стороны, я никак не могу на это повлиять. И не могу вместо него пойти работать. Здесь еще важно помнить одну интересную особенность. В отличие от двух предыдущих случаев, когда речь у нас шла о прошедшем времени, о past perfect, и когда у нас была нереальная ситуация в настоящем, нереальная ситуация в прошлом, у нас могло быть одно подлежащее на обе части предложения. Вот I wish I could fly. То есть, здесь у меня ситуация, когда у меня с одной стороны I, и еще раз I повторяется. Это возможно, это правильно, в этом нет проблемы. Может быть иначе, может быть два разных подлежащих. Это не суть важна. То есть, я могу говорить по отношению к себе, я могу говорить по отношению к другим людям. То же самое касается past perfect. Здесь тоже может быть I wish he had spent last Christmas, или I wish I had spent last Christmas with you. То есть, жаль, что я, в общем, не провела прошлое Рождество вместе с вами. Но в третьем случае у меня обязательно должно быть два разных подлежащих. Я не имею права сказать I wish I would find job. Жаль, что я никак не могу найти работу. Такое говорить нельзя. Почему? Потому что это нереальное условие в будущем. То есть, получается, что я не могу повлиять на ситуацию, чтобы я нашла работу в будущем. Это как? Всегда будет какая-то реальность, какая-то возможность, и потом все зависит от меня. Поэтому касательно себя такие предложения нельзя говорить. Считается, что человек всегда имеет выбор и всегда может повлиять на свою ситуацию. Поэтому я имею право употреблять эту структуру только в том случае, если я говорю о других людях. Или же я говорю о каких-то силах природы там, или каких-то объективных обстоятельствах, чего-нибудь такое. Не более того. Итак, первое, у нас должно быть два разных подлежащих. И второе, нельзя говорить о себе. То есть, это демонстрирует отношение к человеку, что человек хозяин собственной судьбы. Поэтому не может быть так, что относительно меня чего-нибудь такое, чего от меня не зависит. Вот таких два небольших нюанса касательно would. Это только касательно would, друзья мои. Здесь этот случай особенный. Поэтому, если мы посмотрим, вот, допустим, I wish. Да, он стоит везде, ему все равно. Здесь тоже I wish. Без разницы. А вот дальше у нас подлежащее. Здесь I, а здесь the rain. Здесь I, а здесь pit. То есть, я могу говорить о силах природы, о каких-то явлениях, о других людях, о других предметах. Там все что угодно. Только главное не говорить о себе при этом. Вот такая вот интересная структура с I wish. Первое, что следует помнить. I wish всегда показывает нереальную ситуацию. Она может быть желаемая, она может быть воображаемая, она может быть еще какая-нибудь, но она ни в коем случае не должна быть реальной. При этом мы держим в голове реальность, но говорим то, что хотим видеть. То, что хотим, чтобы случилось в прошлом или в настоящем, или даже в будущем. Вот можно держать в голове эту картинку. И I wish I could fly. Да, в реальности коты, слава богу, не летают. Поэтому вот ситуация прямо противоположная реальности. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и весь плейлист по условному наклонению. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok